Глубоко уважаемые президиум, глубоко уважаемые коллеги, в последние примерно 30 лет накоплено огромное количество сведений о питании, о применении питания в виде диеты, различных пищевых веществ для профилактики онкологических заболеваний и предупреждения преждевременного старения. Говоря о питании и здоровье, в настоящее время есть понятие физиологического питания, которое полностью обеспечивает наш организм в макро и микронутриентах и в энергии, а детям еще обеспечивает рост и развитие. Но это физиологическое питание не направлено на профилактику каких-либо болезней, поэтому появилось понятие здоровое питание. Рациональное питание входит как часть в здоровое питание, но это фортифицированное питание, обогащенное биологически активными макро- и в основном микронутриентами. И задача здорового питания – это снижение риска наиболее частых заболеваний человека, профилактика в том числе онкологических заболеваний. И сегодня стало ясно, что здоровое питание играет главную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей, сахарного диабета, метаболического синдрома, остеопороза, вторичных иммунодефицитов и многих других так называемых болезней цивилизации. Это все полиэтиологические заболевания. Они имеют десятки и даже сотни причин, но нарушение питания является на сегодняшний день главным в отдельном весе среди этиологических факторов данных заболеваний. И, соответственно, здоровое питание, диетические рекомендации по профилактике данных патологий стоят на первом месте. Неинфекционные заболевания в мире. 71% это глобальная ситуация в мире, такая же она и в России. Более 70% случаев смерти это связано с неинфекционными заболеваниями. А среди неинфекционных заболеваний на первом месте, как причиной смерти, стоят сердечно-сосудистые болезни, затем онкологические заболевания, респираторный и сахарный диабет. Это 80% всех смертей среди неинфекционных заболеваний. И только респираторные болезни меньше всего связаны с питанием. А сердечно-сосудистый онкологический и сахарный диабет второго типа непосредственно связаны с питанием. И нарушение питания является главным этиологическим фактором риска данных заболеваний. На сегодняшний день, если говорить о продлении жизни, то практически что мы можем сделать? Это не укорачивать ее. То есть если мы будем добиваться того, что вот эти неинфекционные заболевания будут отодвинуты на более дальний период жизни, то это и будет продление жизни. Потому что геропротекция как таковая, продление жизни, пока еще, как говорилось на данной конференции, клинических доказательств нет. А вот доказательство того, что если мы предупредим неинфекционные заболевания, продолжительность жизни увеличивается. Говоря о питании, надо понимать, что в большинстве стран мира питание нездоровое. И в мире осталось только несколько типов здорового питания. Один из них – японский тип питания. Огромное разнообразие продуктов. В основном это в Японии, но также в некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Огромное разнообразие продуктов. Большое число овощей и фруктов, специй. И вот что очень важно – ежедневное регулярное потребление морской рыбы и морепродуктов. Практически с каждым приемом пищи. К здоровому типу питания относятся также средиземноморский тип питания, о котором сегодня тоже уже упоминалось. Здесь меньше разнообразия продуктов, но также ежедневное потребление разнообразных овощей и фруктов. И опять же ежедневное потребление различных морепродуктов и морской рыбы. И если мы посмотрим на продолжительность жизни. Вот недавно была опубликована Life Expectancy Index в 2018 году. То вот страны, где наблюдается японский тип питания, средиземноморский тип питания – это Гонконг, Япония, Сингапур. Здесь ближе к японскому типу питания. Они входят по рейтингу в число стран с очень высокой средней продолжительностью жизни. Средиземноморский тип питания, где большинство населения придерживается этих принципов питания, такие страны, как Италия, Франция, Греция, Португалия, Мальта, Кипр. Видите, среднюю продолжительность жизни – это для обоих полов. Женщины везде живут дольше. Но для обоих полов даже она уже превышает 80 лет. И мы видим, что наша страна России в этом рейтинге находится на 116 месте и 71 с небольшим лет средней продолжительности жизни. Поэтому совершенно правильно, что в майском указе президента ставится задача увеличить существенно среднюю продолжительность жизни уже к 2024 году, а к 2030 году достичь показателей вот этих вот стран. Хотя мы просто за них сейчас догоняем. Я думаю, что к 2030 году в этих странах будут жить еще больше. Конечно, мы не можем говорить, что именно питание увеличивает продолжительность жизни в этих странах. Именно поэтому они являются лидерами по средней продолжительности жизни. Это тоже многофакторные вещи. Но, тем не менее, питание играет очень существенную роль. Это смертность населения России. Мы видим так же, как и во всем мире глобально. На первом месте в рейтинге смертность от болезни системы кровообращения. На втором – от онкологических заболеваний. И хотелось бы подчеркнуть, что смерть от так называемой старости, то есть, собственно, от чего и должен умирать человек. Когда потолок, она вскрывает и не видит каких-либо серьезных изменений. Вот только старческие изменения, атрофия мышц и так далее. Вот видите, всего 5 с небольшим процентов в нашей стране умирают непосредственно от старости. Это, как правило, люди старше 90 лет. Наша пища содержит огромное количество нутриентов, как макро, так и микронутриентов, которые обладают антиканцерогенным действием. На сегодняшний день их выявлено уже несколько сотен. Ну, я о нескольких сотнях рассказать не могу. Я выделил только самые главные, самые изученные, для которых в экспериментальных исследованиях на моделях у животных показана антиканцерогенная активность, для которых, конечно, есть большое число эпидемиологических доказательств о том, что они снижают риск рака определенных локализаций, ряда локализаций, общий онкологический риск. И для некоторых из этих веществ проведены интервенционные клинические исследования, где также было показано, что они или по промежуточным биомаркерам снижают онкологический риск, или даже есть исследования интервенционные, где конечной точкой была частота злокачественных опухолей. Из витаминов это прежде всего, ну, здесь у меня АУП. Это адекватный уровень потребления в сутки, который рекомендован в нашей стране, потому что в разных странах адекватный уровень потребления несколько различается. И основные из пищевых источников. Три витамина. Витамин Е, витамин С, витамин В9, фолиевая кислота, и четвертый, да, витамин Д, о котором в последнее время очень много пишут и говорят. И пищевой источник, самый главный, это только жирный рыбий жир. Из минералов, макроэлементы калий, йод, селен, и затем различные другие биологически активные микро- и макронутриенты. Наша пища содержит более 600 так называемых регулирующих висец. То есть это действительно фармакологический комплекс, как говорил наш знаменитый известный диетолог о том, что пища это сложный фармакологический комплекс, и более 600 регулирующих соединений там содержится. Глюкозинолаты, крестоцветные овощи, это изотиоцианаты, эндолы и эндолы. Каротиноиды, более 600 каротиноидов, особенно такие дорогие каротиноиды, как ликопин, о котором в последнее время накоплено много доказательств о снижении риска онкологических заболеваний, лигнаны, метилксантины, которые содержатся в кофе, в чае, в какао, мате, и куркумин. Некоторые специи обладают антиканцерогенным действием, вот наиболее изучен, это куркума-лонга, куркумин. Органические кислоты, их очень много, для таких кислот, как фумаревая кислота, янтарная кислота, показана антиканцерогенная активность. Пищевые волокна нерастворимые и растворимые снижают не только риск рака толстой кишки, но и сегодня доказаны и молочные железы, и пристательные железы, и целого ряда других локализаций. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 типа, из всего жира только полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 типа обладают антиканцерогенным действием. Полифенолы – это огромная группа соединений, и все они содержатся в пище. 16 классов существует полифенолов, это 6000 веществ, и для ряда из них показана антиканцерогенная активность. Сернистые соединения, которые содержатся в луке, в чесноке, терпеновые соединения, цитрусовые фрукты, фитостерин и хлорофилл. Вот для этих веществ наиболее четко доказана способность снижать риск онкологических заболеваний. Конечно, есть противоречия, конечно, есть данные о том, что в некоторых исследованиях, наоборот, выявлены стимуляции. Сегодня тоже об этом говорилось, чтобы это каротин стимулировал развитие рака у курильщиков. То есть противоречия здесь есть, доказательная база пока еще не столь большая. Идеальное питание для человека – морепродукты и овощи. И даже не надо злаков. Действительно, морепродукты и овощи – это идеальное питание для человека. И я вот приводил страны с изразительным питанием, но у нас есть северные страны, такие как Норвегия, такие как Финляндия, такие как Исландия, где очень высокая средняя продолжительность жизни. Вот хотя и что характерно для питания населения этих стран – морепродукты практически с каждым приемом пищи. Для тех веществ, которые я перечислил, для некоторых из них установлена геропротекторная активность. В основном это, конечно, исследования на нематодах, на червях, на дрозофилах, излюбный объект для изучения геропротекторов. Есть некоторые клинические данные по промежуточным биомаркерам старения и даже по применению пожилых людей, снижение смертности от неинфекционных заболеваний. Из витаминов есть такие доказательства для витамина Е и для витамина Д. Денистеин, кверцетин, катехины, кофейная кислота, селимарин, куркумин – это все представители полифенолов. То есть для целого ряда полифенолов была показана геропротекторная активность. Для некоторых терпеновых соединений и для некоторых органических кислот, в частности фумаровой кислоты. Питание в России, как и в большинстве других стран мира, наблюдается избыток калорий, жира, животного жира, трансжиров, маргарин, холестерина и сладости. И недостаток полноценных белков и других полноценных антиканцерогенных, они обладают антиканцерогенным действием, макро- и микронутриентов. Поэтому это питание изучается, начиная с 1995 года, ежегодно данный центр проводит специальные исследования в разных регионах нашей страны. И вот нехарактерны такие нарушения питания. Одним из подходов для того, чтобы восполнить дефицит, в том числе антиканцерогенных микронутриентов в пище, является прием функциональных продуктов, специально обогащенных данными микронутриентами чаще всего, и прием биологически активных добавок к пище. И мы видим, что в Японии, где и так высокая средняя продолжительность жизни, 90% населения применяют эти средства. В США 80% населения. В странах Европы, Западной Европы, до 50-60% населения. В нашей стране пока еще эта опция не столь популярна, всего 10%. Но я бы это назвал стихийной химиопрофилактикой. Люди хотят жить дольше, люди черпают эту информацию из самых разных источников. Конечно, доказательная база для тех же БАДов пока еще весьма и весьма недостаточно. Но телега уже впереди лошади. Большинство населения все это уже использует. Думаю не только о химиопрофилактике рака, думаю вообще о продлении жизни, думаю о химиопрофилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других патологий человека. Наше исследование. Мы изучили ряд пищевых веществ на 10 моделях канцерогенеза. Вот здесь они представлены. Это трансплацентарный канцерогенез, опухоли головного мозга, спинного мозга, периферической нервной системы, мезинхемальные опухоли почек, опухоли молочной железы, опухоли толстой кишки, многоорганный канцерогенез, молочная железа толстая кишка, папилломы и карциномы пищевода, шейка матки, аденомы легких, плоскоклеточные карциномы кожи, множественные опухоли в результате гамма-облучения всего тела крыс и спонтанные опухоли на моделях спонтанного канцерогенеза. Мы тоже проводили эти исследования. Для того, чтобы сравнить эффективность различных антиканцерогенных веществ, мы использовали коэффициент К, который предложил профессор Ватенберг, то есть множественность общую в группе по отношению к общей множественной контроле. Учитывается и частота, и множественность опухоли этот коэффициент учитывает. И спектр антиканцерогенной активности. То есть большинство этих веществ мы изучали, конечно, не на всех 10 моделях, но 5-6 моделей, как правило. И где-то работали они, где-то не работали. И, соответственно, спектр антиканцерогенной активности, на каких моделях данное вещество работало. Если коэффициент больше 50, то это выраженное антиканцерогенное действие. Если спектр больше 60, то это универсальный высокий спектр антиканцерогенной активности. Полисахариды, морепродукты, отруби пшеницы, оксигумат торфяной, экстракт фукусный и рыбий жир полиэн эффективно тормозили канцерогенез в различных органах и обладали достаточно большим спектром. Некоторые из них достаточно большим спектром антиканцерогенной активности. Вот прежде всего это у труби пшеницы. Концентрат ламинарии. Это комплексный концентрат, который содержит ряд пищевых антиканцерогенных веществ, такие как органически связанный йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 типа и производные хлорофилы. На всех моделях, на которых мы его изучали, мы получили выраженное антиканцерогенное действие, и средний коэффициент канцерогенеза был также больше 50, то есть выраженное антиканцерогенное действие. Еще один комплекс, который мы изучали, комплекс пищевых веществ, он выделяется, правда, из хвои, но это пищевые вещества, содержат фитостерины, производные хлорофилы, каротиноиды, витамин Е, то есть комплекс антиканцерогенных веществ. Опять же, на всех моделях, на которых мы его изучали, здесь представлены, мы получили умеренное или выраженное антиканцерогенное действие. Если сравнить эффекты вот этих вот природных пищевых комплексов с синтетическими антиканцерогенными веществами, такими как селенид натрия, 13-сисретиноевая кислота, альфа-дифторметиларнитин, то мы видим, что эффективность антиканцерогенного действия такая же, а спектр выше, и при этом нет серьезных каких-либо нежелательных явлений, то есть это безопасные вещества, поэтому здесь мы видим явное преимущество природных пищевых веществ в качестве средств для химиопрофилактики рака, отсутствие серьезных нежелательных явлений, высокий спектр антиканцерогенной активности, а выраженность действия такая же, как у синтетических антиканцерогенных веществ. Один комплекс пищевой мы изучили на экспериментальной патологии простаты, мы разработали модели индукции доброкачественной гиперплазии предстательной железы, рака предстательной железы и простатическая интерапелитеринальная неоплазия предрака простаты. Изучали мы на данной модели хвойный провитаминный концентрат, он содержит такие антиканцерогенные пищевые вещества, как полипринолы, фитостерины, витамин Е и фито, а также провитамина, различные каротиноиды, прежде всего лютеины, ксантофилы, очень дефицитные в нашем питании. И хвойный провитаминный концентрат эффективно лечил доброкачественную гиперплазию простаты, несколько слабее, я тут не привожу сравнение, сравниваемый с финостеридом, несколько слабее, чем финостерид, но сравнимый с экстрактом серенового репенца, даже превышающий его. А в длительном годовом эксперименте хвойный провитаминный концентрат достоверно снижал чистоту и умноженность как предраковых заболеваний, так и раком предстательной железы. Клинические исследования, пациентки с мастопатией, пролиферативные формы мастопатии, формы мастопатии с предраковыми изменениями существенно повышают риск рака молочной железы. Мы провели клинические испытания концентрата ламинария у больных с пролиферативными формами мастопатии, с предраковыми формами мастопатии. Это дизайн данного клинического исследования, это открытое рандомизированное исследование. И по сравнению с контролем, концентрат ламинария омылино-эффективно лечил мосталгию, предменструальное напряжение молочных желез, нормализовал менструальный цикл и приводил к регрессии кист по данному УЗИ, уменьшал толщину железной ткани и снижал маммографическую плотность. Это доказательство антипролиферативного действия данного средства, а все патогенетические пути развития мастопатии и рака молочной железы, они заканчиваются гиперпролиферацией. Поэтому это на конечную точку патогенеза направлено до действия данного препарата. Хвойный натуральный комплекс у больных атрофическим гастритом. Также рандомизировано открытое исследование, дизайн его здесь представлен. По сравнению с контролем, данное средство ослабляло симптомы диспепсии, это все по международным шкалам мы оценивали, эндоскопические признаки гастрита улучшались, у половины пациентов произошла эрадикация хеликобактер пилори, улучшалась функциональная активность желудка, снижались воспалительные изменения в виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации, и, тут еще не показано, произошла регрессия кишечной метаплазии. Да, все, 3 минуты я закончу. И, наконец, клинические испытания хвойного провитаминового концентрата у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, которая также повышает риск рака молочной железы. Мы оценивали симптомы нижних мочевых путей по международной шкале IPCC и качество жизни. Применение в течение 3 месяцев существенно улучшало качество жизни и приводило к регрессии симптомов нижних мочевых путей. Таким образом, здоровое питание – это главная мера профилактики онкологических заболеваний и преждевременного старения. Потому что, если мы ликвидируем или отодвинем хотя бы онкологические заболевания, то уже сегодня об этом говорилось, средняя продолжительность жизни увеличится. У ряда макро- и микронутриентов, их сотни, в эпидемиологических, экспериментальных и клинических исследованиях выявлена антиканцерогенная активность. Для некоторых из них доказана геропротекторная активность. В наших экспериментах для дальнейших клинических исследований мы выбрали наиболее эффективный и универсальный. Это концентрат ламинарии, комплекс хвойный натуральный, хвойный провитаминный концентрат. И в клинических исследованиях, которые мы провели у пациентов из групп повышенного онкологического риска, все три данных компонента уменьшали выраженность промежуточных биомаркеров повышенного риска рака данных локализации. Спасибо за внимание. Два вопроса. Микрофон, пожалуйста. Вот сейчас экстенсивность развития сельского хозяйства приводит к тому, что фрукты и овощи теряют содержание активных компонентов и в некоторых случаях даже в разы. Какие есть решения вот этой проблемы? Да, вы совершенно правы. Наши фрукты, овощи, растительная пища загрязнены пестицидами, остатками минеральных удобрений, и все это канцерогенные вещества. Если мы откроем справочник ПИН по продуктам питания, это справочник канцерогенных веществ. Вот, но и объединены действительно, вот я сравнил сталинскую книгу о здоровом питании, там содержание витаминов, микроэлементов в два-три раза выше, чем сейчас, когда не было такого экстенсивного сельского хозяйства. Все это так. Но я считаю, что из двух зол надо выбирать меньше. Или вообще не есть фрукты и овощи, или все-таки есть эти. Но есть выход, есть выход. Вот, дача, деревня, да, где все делается по-патриархальному. И у нас соседняя Финляндия, единственная страна в мире, которая позиционирует себя, что они выращивают органические продукты. И когда сломим 100%, это действительно органические продукты. Вот я в своей семье уже много лет, раз в месяц ездим туда, загружаем в холодильник. Вот все выходы. А по поводу ухода тоже похожа. Какой? Только микрофон, пожалуйста. Аналогичный вопрос по поводу рыбы возникает. Мы не из северной столицы, а из Татарстана. Где покупаете качественную рыбу? С этим тоже большие проблемы. Сейчас рыба из садков, с антибиотиками, с гормонами роста, со стимуляторами роста. И, конечно, такую рыбу есть опасно. И наши производители, насколько я знаю, в Казахстане, они не пишут, что это рыба из садка или нет. Поэтому, действительно, качественные морепродукты сегодня купить довольно трудно. Но я неоднократно бывал в Казахстане. Я видел в ваших магазинах морепродукты, видел морскую рыбу. Опять же, надо, наверное, идти по пути, из двух зол выбирать меньше. И все-таки есть эту рыбу, есть эти морепродукты, чем вообще их не есть. У нас будет время для дискуссии. Да. Остальные вопросы отложим после... Все. Спасибо. Спасибо, Владимир Григорьевич. Спасибо.